Коронавирус. Эта зараза пришла к нам будто бы из ниоткуда, изменив жизнь всего человечества настолько, что она, кажется, уже никогда не станет такой же, как прежде. Считается, что SARS-CoV-2, как называют новый вирус, впервые появился в Китае в конце 2019 года, то ли в октябре, то ли в ноябре или в декабре месяц. Но сейчас вопрос о том, где впервые возник или был создан вирус, распаривается сразу несколькими государствами. Ну и бог с ним. Так как вирус обнаружили на рынке животных в городе Ухань, то поначалу все думали, что вирус передается человеку исключительно через животных. Но... Оказалось, что он передается только от человека к человеку, воздушно-капельным путем, контактным путем и даже может передаваться через канализацию. Таким образом, заразиться можно практически везде, где есть скопление людей. То есть на работе, в школах, в университетах, ну и так далее. Но что самое плохое, так это то, что попадая в организм, вирус не дает сразу же о себе знать, а должно пройти около двух недель, прежде чем появятся клинические симптомы. За это время вирус размножается и выходит наружу. Человек заражает еще очень много людей, прежде чем либо выздоровеет, либо сляжет с пневмонией. Именно так и произошло. До того, как китайцы перекрыли границы городу Хань, из него успело вылететь 5 миллионов человек. 5 миллионов. К слову, это половина населения Белоруссии. К счастью или к сожалению, но поначалу вирус был достаточно слаб. Лишь 4% людей среди оттолкнувшихся с вирусом заболевали. В основном те, у кого ослабленный унитет. А это пожилые люди, онкологические больные и получавшие химиотерапию. Таких людей в организме вирус спокойно размножался и не вызывал тяжелые осложнения. Но, повторюсь, большинство людей были просто переносчиками. Единственными симптомами были сухой кашель и повышенная температура, что бывает и при многих других заболеваниях. Учитывая то, что методы диагностики на начало эпидемии не могли отличить простой грипп от коронавируса в подавляющем большинстве случаев, многие люди с коронавирусом продолжали оставаться вне больниц и заражать других людей. Причем это происходило по всему миру. Незаметно, но чем больше людей заражалось и болело, тем больше тяжелых случаев в течении обнаружили. Болезнь все чаще протекала не в легкой, а в тяжелой форме с развитием пневмонии и тяжелого респираторного синдрома. А также иногда отказывали почки, что неминуемо вело к смерти больного. Но большинство людей по-прежнему не обращались к врачам и переносили инфекцию на ногах, работая, обучаясь и занимаясь своими делами. Что, конечно же, не способствовало остановке распространения нового коронавируса. Ну, а когда вирус постепенно начал появляться в других странах, кроме Китая, в том числе в Испании, в Италии, и имел ужасные масштабы, то всех людей охватила паника. И что же начали делать люди? Люди начали выступать по телевизору, а затем покупать туалетную бумагу, одноразовые маски и многое другое, что, конечно же, спасти от вируса не в состоянии. Паника вообще оказалась намного хуже самого вируса. Например, в Иране испуганные жители сожгли больницу с коронавирусной больницей, в результате чего погибли очень много людей. Поначалу многие думали, что вирус убивает только китайцев, то есть имеет расовые крепостения. Да-да, такие вирусы есть, но оказалось, что нет. Вирус больше любил пожилых людей. Людей старше 50 лет вирус особо опасен, поэтому лучше сидеть дома и не выходить на улицу. В дальнейшем были разработаны определенные правила, которые должны были помочь не распространению вируса в еще больших масштабах. Не прикасаться к лицу, не здороваться на улице, поменьше выходить из дому без необходимости, ну и обязательно обращаться к врачу. А также мыть руки в проточной воде с антисептиками и обрабатывать поверхность. Конечно, все эти меры предосторожности нужно выполнять для того, чтобы бороться с инфекцией. Поражаются в основном нижние дыхательные пути и их клетки, что из-за отредняет диагностику, так как взять. Кроме того, нарушается функция обмена кислородом в легких и непосредственно в альвеолах. В клетках накапливается углекислый газ, а кислород не проникает в кровь. Все это оказывает патогенное влияние уже не только на сами легкие, но и на весь организм, сильно ослабевая его. Еще одним плохим фактором является то, что вирус обманывает именные клетки, и иммунитет, который должен защищать организм, наоборот атакует и без того ослабленные клетки альвеол и легких. Первоначальный иммунитет достаточно хорошо борется с вирусными клетками, захватывает их, убивает, но затем начинает работать против собственного организма, что еще более сильно усугубляет ситуацию. Альвеолы перестают работать, соединительная ткань накапливается, жидкость в альвеолах накапливается и они постепенно вслепаются. Отмечается так называемая долевая пневмония, когда целая область легкого перестает работать. Затем долевая пневмония расширяется и у человека может отказать полное легкое. В этом случае, если не подключить его к аппарату искусственного дыхания, то он умирает. В настоящее время обнаружено, что в тех странах, в которых людей прививали от туберкулеза, в частности, в России, в Чехии и на постсоветском пространстве, заболеваемость коронавирусом намного ниже, чем в тех странах, от которых прививок отказались. В частности, это Германия, Италия, Испания, США и другие западные страны. Поэтому ученые предполагают, что, возможно, прививание от туберкулеза способно снизить заболеваемость коронавирусной инфекцией. В связи с вами, Германия, которая была разделена на социалистический и капиталистический лагерь до 1990 года, имеет неравномерную заболеваемость. В ГДР заболеваемость на 30%, в том числе и смертность, ниже, чем в ФРГ. Многие ученые считают, что это самый многообещающий метод лечения коронавирусной инфекцией, то есть прививать людей. А если у вас прививка от туберкулеза? У меня лично она есть. Напишите об этом в комментариях, подписывайтесь на канал и обязательно нажимайте на колокольчик для того, чтобы не пропустить новые видео. Надеюсь, вам понравилась моя работа, для этого я искал самые лучшие 3D анимации в интернете. Если да, то пишите в комментариях и если вы хотите новые работы такого типа, то обязательно сообщите мне. А я с вами прощаюсь, желаю вам удачи и мойте руки, а также берегите себя, поменьше выходя на улицу и посещая общественные места. До новых встреч!